Я представитель банка, мы оформляем договор ипотеки, у нас была небольшой казус, приостановка, теперь мы доносим дополнительный пакет документов, чтобы исправить положение. Принимают очень быстро, вежливо, то есть я остаюсь довольна. Я пришла по причине смены фамилий, здесь очень удобно то, что распечатали документы, сразу бесплатно все, очень приятно общаются на стойке информационной. Поменять паспорт, зарегистрировать право собственности или встать в очередь в детский сад, решать самые различные жизненные ситуации в таком современном и комфортном помещении даже как-то легко и приятно. В многофункциональных центрах в формате одного окна можно получить больше 200 государственных и порядка 10 тысяч муниципальных услуг. Совсем недавно здесь стали регистрировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Сначала вносятся заявители, вбиваются его данные, фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона. Далее переходим по матрице и у нас идет либо регистрация ИП и юрлиц, либо внесение изменений, либо ликвидация. Если раньше предпринимателям приходилось делать это все вручную и лично ходить в налоговые инспекции, то теперь этим занимаются сотрудники МФЦ. Никакой бумажной волокиты, все документы в электронном виде по защищенным каналам связи. Полностью исключен документ и оборот на бумажных носителях между инспекцией по налоговым сборам и, соответственно, нашим МФЦ. Если раньше человек приходил с документами, мы их обрабатывали на бумаге, передавали также курьером на бумаге в инспекцию, получали назад все на бумажном носителе. Сейчас все происходит в электронном виде. Сократились сроки предоставления этой услуги с 7 до 3 дней рабочих. Востребованность многофункциональных центров измеряется количеством пришедших туда людей. Ежегодно на Кубани в МФЦ поступает более 6,5 миллионов обращений. Работу одного из таких комплексов сегодня проверил губернатор края. Вениамин Кондратьев приехал в Краснодарский офис на улице Шорсе-Нефтяников. Это обновленный зал, который открылся пару месяцев назад. Глава региона пообщался с сотрудниками и посетителями. Мы начали офицер делать в больших торговых комплексах, даже в магазинах. Это удобно? Либо лучше прийти в отдельное помещение, где только МФЦ? Я думаю, что это будет удобно. Удобнее там, где совмещено с торговым комплексом, с большим магазином, и как раз находится офис МФЦ. Намного удобнее. То есть пошел с покупками и заодно... Конечно, решаешь все дела сразу. Подкупает и скорость работы специалистов, признаются люди. По регламенту человек не может ждать в электронной очереди больше 15 минут. Примерно за такое время Вероника Шалкова получила свой первый в жизни паспорт. И девочка точно надолго запомнит этот день. Документ ей лично вручил губернатор края. Задавая страна, ты стала ее гражданином. Я бы очень хотел, чтобы ты стала активным гражданином. Очень волевым, энергичным, административным. Который меняет и свой край, и свою страну. Давайте, я поздравляю. Спасибо. Добрый час. МФЦ стал понятным, доступным и удобным институтом для жителей края. Одни из самых востребованных услуг остаются услуги Росреестра, замена паспорта и постановка в очередь в детский сад. Ты давно работаешь в МФЦ, а ты как думаешь, что с каждым, не то что годом, месяцем спрос на услуги МФЦ возрастает? Конечно, с каждым годом все больше. Люди привыкают к тому. Да, больше пользуются. Это очень хороший посредник между человеком и органами госпласти, учреждениями, которые эти услуги оказывают. Чем ходить по многочисленным кабинетам, зданиям, помещениям, лучше прийти в один офис по принципу одного окна и решить все свои вопросы. О том, как сегодня работает кубанская сеть МФЦ, говорили на отдельном совещании. Однако, побывав в современном и комфортабельном отделении многофункционального центра, невольно вспоминаешь прошлое. Чтобы не простаивать в долгих очередях и не бегать из кабинета в кабинет, люди пытались получить заветные документы, как говорили тогда в народе, за шоколадку. МФЦ – это в том числе и опленный удар по коррупции. Почему? Потому что мы решаем возможности вот этих заинтересованных решал в органах власти. Даже в органах власти, в естественных монополиях, в госучреждениях различных. Напрямую работать с заказчиком. А значит, что-то там, ну, просто говоря, вымогать за ускорение, за решение. А вот МФЦ – это тот посредник, который убирает, в том числе, вот эту составляющую между гражданином, между юрлицом и органом власти, любым госучреждением и даже естественной монополией, насколько бы она монополией не была. Это принципиально важно. Кубанская сеть МФЦ – одна из самых масштабных в России. В прошлом году все многофункциональные центры края были объединены в одно государственное учреждение. Так, снизилась нагрузка на муниципальные бюджеты. Средства на функционирование службы теперь выделяет край. Только в этом году сумма составила полтора миллиарда рублей. МФЦ стал полноправным партнером в реализации нацпроектов, например, в поддержке малого и среднего бизнеса. С этого года предприниматели могут обращаться в центр за займами фонда микрофинансирования. Для представителей бизнеса открыты даже отдельные окна. Мы прекрасно понимаем и ту ответственность, которую мы несем, потому что, как бы это громко ни звучало, но это факт, мы сегодня являемся лицом власти перед народом, и все идут в основном к нам. Мы проводники и как идей, так, собственно, и то место, куда поступает вся обратная связь от населения, о качестве предоставления услуг и всем остальным, что с этим связано. Специалисты МФЦ не остались в стороне и во время наводнения, которое произошло в октябре прошлого года в Абширонском и Туапсинском районах. У пострадавших принимали заявления на выплаты компенсации и признание домов аварийными. Хотя в перечне многофункционального центра таких услуг нет. Обращений было столько, что на помощь приехали сотрудники МФЦ из разных городов края. У нас создались группы по выезду в те места, где более затоплены оказания, было произведено приемы, консультирование всех жителей данных населенных пунктов. Сплотился наш коллектив. Все 44 района приняли активное участие. Да, самое интересное, что у нас таких услуг никогда не было. И пришлось импровизировать. И тут мы работали не по стандарту, а по-человечески. Работники службы доказали, быстро и качественно оказывать услуги они могут в любой ситуации. Система МФЦ стала огромным помощником для жителей края. Только за первое полугодие этого года специалистами центра было выдано около трех миллионов документов. Сторону сервиса все чаще можно услышать похвалу, чем жалобу. На четверть сократилось количество жалоб на работу МФЦ. Вот это очень серьезный показатель. Это то, ради чего мы и делали единое краевое МФЦ. Единый стандарт, единый уровень оказания услуг, единый подход к жителю края, к юридическому лицу. Одинаковый для всех. Мы уже, наверное, забываем. Вы вспомните эти очереди в различных учреждениях. Вот наши родители, да мы еще успели в них постоять. И надо из одного конца города в другое ехать. И везде очереди. И везде безразличные лица вот этих сотрудников, которые были совсем не рады. Совсем не рады тем, кто в этих очередях стоял. И попробуй успей из станицы ехать в Краснодар. Объехать за день все эти учреждения или органы государственные, чтобы получить разрешение, согласование, какие-либо документы. Попробуй за день объехать. Да невозможно это просто объехать. А сегодня приходишь и в одном окне ты можешь закрыть все, что еще года два назад, три точно, понадобилось бы как минимум дня три, а может быть недели. После совещания лучшие работники многофункционального центра получили благодарности и дипломы из рук губернатора, а также сертификаты по итогам краевого конкурса. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров и Вадим Волков. Кубань, 24, Краснодар.